А где дороги? Задается вопросом в прокуратурах Акассии. Надзорники проверили, как выполняется ремонт и строительство дорог. Как показывают проверки и многочисленные жалобы людей, улицы с разбитым асфальтом или вообще без него есть в каждом городе. Об этом говорили на расширенной коллегии прокуратуры. Подробности у Марии Добрыниной. 5-10 километров в час и не больше. И не потому, что водители в Черногорске такие законопослушные, а потому что дорога на улице, которая по иронии носит название автомобильная, антискоростная. И это единственный плюс, который местные жители здесь видят. Да потому, что проваливаются. Детство что-то бежит, проваливается постоянно. Промойны. Люди вроде все хорошо живут, машины все имеют. И неплохо было бы машинам ездить по дороге хорошей, правильно? Желательно, конечно, чтобы дорога была хорошая. Разумеется. Но только делать выискать. Опять денег нет. Терпеть бездорожье жители автомобильной больше не смогли и обратились в прокуратуру. На удивление, подписавших жалобу, надзорники среагировали быстро. Наши требования не были добровольно предпринимать администрацию. Мы пошли с иском в суд. Суд нас поддержал. Решением суда требования удовлетворены. То есть для администрации установлен срок для устранения нарушений до 31 декабря 2021 года. Но ответ администрации, как и предсказывали черногорцы, оказался нерадужным. Зато честным. В безопасных, качественных автомобильных дорогах 46 миллионов финансирование предусмотрено. Это две улицы у нас. Ну, средства на эту улицу, если вы заметите, здесь порядка 500 метров нужно заменить. То есть здесь ремонтом не пройти. Ну, пока таких средств у администрации нет. Ну, пишем письма, то есть просим деньги. Подаем заявки в республику, хотелки свои обозначаем. Черногорские дороги – пример, как быть не должно. А всего в республике почти 8 тысяч километров дорожного полотна. И в каждом населенном пункте есть проблемные участки. И у региональной прокуратуры к Минтрансу Хакасии много вопросов. В том числе по исполнению нацпроекта «Безопасные качественные дороги». Ведь в прошлом году на обустройство проезжих частей, а именно тротуаров, разметки, дорожных знаков, было заложено 150 миллионов рублей. Это почти на 20 миллионов больше, чем в прошлом году. Но к маю контракты на ремонт не заключили 90% муниципалов. Когда Минтрансы и подведомственные им учреждения собираются осваивать деньги, надзорникам непонятно. Вы же прекрасно знаете о том, что в муниципалитетах, то есть там постоянно идет смена, в том числе служащих, правильно? И у них недостаточно, ну, будут прямо говорить, грамотности. Вот разве это не повод, поскольку вы осуществляете контрольные функции, вместо требований, то есть оказывать им помощь непосредственно в разработке как технической документации, так и проведение процедур по контрактации. А вы, получается, просто получаете от них сведения, фиксируете, направляете требования, и все, на этом закончилась ваша работа. Оперирует главный прокурор республики конкретными примерами, а не только сухими цифрами. Вы когда последний раз сами ездили у нас в Бею, по дороге, которая идет через Белый Ярд, Краснополье, до Бея, у нас ремонт там производился в 2010 году. Со стороны Алтая, то есть у нас ремонт в 2012 году производился. В 2022 году прокурору подавал иск, и решение суда, то есть было принято о том, что обязать Хакас Автодор привести эту дорогу в надлежащее состояние. Вы знаете, какой ответ? Мы установили информационные щиты о том, что дорога находится в плохом состоянии. Это что, издевательство? Сергей Павлович, разберемся мы с этим фактом. Конечно, дорогу нужно приводить в нормативное состояние. Благодаря таким сиобъемлющим проверкам прокуратуры в прошлом году в нормативное состояние было приведено больше 40 километров дорог. Оборудовано 7 пешеходных переходов, установлены дорожные знаки. И уже по итогам трех месяцев 24-го обстановка на дорогах стала улучшаться. На 10% снизилась аварийность, на 25% стало меньше жертв с летальным исходом. Мария Добрина, Сергей Казьмин, Вестихакасия.